Джанет Кейдж в Mortal Kombat 1 является самым сложным камео, и похоже весь её потенциал игрокам удастся раскрыть ой как не скоро. Приветствую, бойцы земного царства, с вами как обычно Микаил, и сегодня я расскажу вам о новом персонаже-напарнике в МК-1. Новом во всех смыслах слова, ведь это дебют для Джанет, женской версии Джонни Кейджа из альтернативного таймлайна. Она появляется в самом конце сюжетки, когда на нашего героя нападает Горо, если вдруг забыли, избивает Шокана вместе с двумя другими кейджами и также быстро пропадает с экрана. По сути, добавлено сюда прикола Ради, и мы бы вряд ли её вспомнили, если бы НРС не решили заменить ей камео Джонни в комбат-паке. К персонажу я отношусь нейтрально, свэг и умение выглядеть глупо на месте. Фаталити, само собой, классическое. А бруталити просто офигенно. Внимание, культура отмены. Джанет Кейдж буквально всё делает, как Джонни Кейдж из первой же части МК, что в общем-то абсолютно логично, но давайте уже про геймплей, ведь это в Джанет Кейдж самое интересное. Вообще, это типа неплохая статистика, но подпишитесь, блин. Джанет не прибавляет и не отнимает ХП, а её бросок не только выглядит эффектно, но и наносит максимальные, как и у Сони, 140 единиц урона. И да, вам придётся к этому привыкать, куда же вы денетесь. На R1 у нас удар в пах, саммон, приём, средняя атака, которая наносит 60 единиц урона. И как и полагается, ставит на ноги. Восстановление стандартное, но заметьте, 10 активных кадров, преимущество будет получаться разным. Если попасть первым, преимущество 34, попадаем последним 43. На блоке думаете, что плюс 3 кадра на 10 фрейме и минус 6 на первом, приём абсолютно безопасен. При использовании в качестве атаки пробуждение даёт кадры неуязвимости. Однако, в таком случае, на блоке будет минус 26 кадров. Возвратная атака имеет неуязвимость и безопасно. Так что смело атакуем яйца неприятеля. Вторая атака Джанет, удар в прыжке рукой, который задевает воздушную цель. Имеет стандартное восстановление и две версии, дальнюю и ближнюю. Используется, как вы понимаете, для продолжения жонглирования противником. Урона меньше, чем у Сони, но видите ли в чём дело. Джанет позволяет нам пробить вторую и даже третью атаку бесплатно. Пока Джанет набивает противника, можно вернуть топор в руку и подойти. Ну разве не красота? Правда, нужно чётко попадать в тайминг. Зелёное свечение сигнализирует, что в тайминг мы попали, что очень удобно. Но настоящий флекс это, конечно же, стойка. При нажатии R1 вниз, если у вас полная шкала камео, Джанет выйдет на арену и будет сражаться вместе с основным бойцом. А шкала медленно начнёт сгорать. Работает это, как и дух у Кенши. Удерживая R1, пробиваем атаки только основным бойцом. Удерживая блок, пробиваем только атаки Джанет. А атак этих у неё немало, но заметьте, что призывается она долго, 48 кадров, и даже передвижение будет истощать шкалу камео быстрее. Ну что, не слабый список опций, давайте разберёмся с каждой. На единицу у нас два удара кулаками, ручки короткие, зато удары комбятся между собой. Причём все приёмы Джанет можно вести, как только она выходит на арену. Забуферить. Спам однёркой может дать 183 единицы урона. А спам двойкой аж 275. Чё на блоке вообще, дэмэдж есть? Нихуя себе урон! Джанет наносит очень много урона в блок своими кулаками. Но есть нюанс, попадание по противнику, который сидит в блоке, отталкивает Джанет. А двойка... А двойка не задевает. Игра даёт возможность блокировать последующие кулаки при вскрытии на земле. Но не в обратной ситуации. Используйте небезопасный приём в блок. Пару ударов кулаками. На тройку средний удар ногой 50 единиц урона, на четвёрку высокий 70 единиц. На вперёд 4 рандхаус кик, на вперёд 3 шадоу кик, который сжигает треть шкалы. Аперкот на Д2, конечно же. Высокая атака на 90 урона. Назад 4, низкая подсечка на 70 урона. И, наконец, вперёд 1, медленно запускающийся высокий шар силы. 50 единиц урона тратит треть шкалы. В стойке дублёра Джанет покидает поле боя только если у неё заканчивается шкала камео, или если её ударят. Но прожатие кнопки смены стойки с удержанием R1 позволяет выполнить до трёх шпагатов, которые дают половину шкалы камео. Ах да, из основных приёмов есть ещё вот такая стенка на R1 плюс вверх. Удерживать её можно хоть на всю шкалу камео. Джанет становится живым препятствием, которое можно убрать с арены, только нанеся ей примерно 80 единиц урона. Использовать это можно по-разному, для зонинга, для антизонинга. И в общем-то это может влиять на комбо, как вы видите. Через Джанет нельзя пройти, но её можно перепрыгнуть. Впрочем, свои исключения имеются и здесь. Разумеется, игроки не спешат пикать Джанет Кейдж в боевой лиге. Вчера вообще ни одного игрока с этим камео не увидел. И пусть это меня немного удивило, но понять такое отношение можно. Всё-таки девчонка сложна в исполнении. Даже просто набивать плачками в прыжке непросто, что уж говорить о грамотном использовании её стойки. Слабым напарнице уж точно не кажется. Вопрос в том, у кого хватит рук на ней реализовывать тот дикий прессинг, который она способна обеспечить. Мы знаем как минимум одного такого игрока, и спустя время, я уверен, найдутся и другие. Единственное, чего я опасаюсь, так это того, что игроки найдут простейший, тупой и эффективный абуз, которым будут спамить весь поединок, забивая на те все интересные механики, что в бойца были заложены. Уж не знаю, с чего НРС решили всех DLC камео создавать такими комплексными, но меня в любом случае радует появление в игре таких уникальных персонажей, и я даже поймал себя на мысли, что камео и правда больше впечатляют, чем бойцы основного состава. Вряд ли вы со мной здесь согласитесь, многим вообще не нравится, что Джанет заменила Джонни Кейджа. Но если это всё равно камео, то какая разница, геймплей-то решает. Мне будет интересно узнать ваше мнение касательно нового персонажа. Пишите, как вам Джанет Кейдж? Собираетесь ли её покупать или уже купили? С каким персонажем играете и подойдёт ли она вам? Ну и пишите, красивая ли она?